привет это сейчас заставка будет внимание это шедевр на не заставка а теперь включаем уши давайте разберемся что мы слышим что ты слышишь сейчас правильно чего а вот сейчас и и и и и и и и и Ты ничего не видишь, но зато что ты слышишь? Правильно, ты слышишь ударные, которые играют свинг и контрабас. Я сошел с ума, я приволок в себе в студию контрабас и на нем для вас играю. Хочешь посмотреть на этот контрабас? Сейчас покажу. Смотри, вот как выглядит этот контрабас. Вот он. Не веришь? Смотри, это контрабас. Мало того, я еще могу на контрабасе, умею играть медиатором. А вот так вот умею. Понятно? А теперь смотри. Поиграем свинги еще немножко. Продолжение следует... Но тебе некогда, я знаю. Ты хочешь узнать, как я сделал контрабас? Короче, чтобы из гитары сделать контрабас, для нормальных пацанов нужен контрабас, но только у них нет контрабас. Но зато есть гитара. Так как из гитары можно сделать контрабас? Сейчас покажу. Смотри, есть такая железяка, называется хеликс. Железный хеликс. Как в революции был железный феликс, а это у нас цифровая революция. Железный хеликс из гитары может делать что угодно. Так мы из гитары взяли и сделали контрабас для нормальных пацанов, ты понимаешь? Что у нас получилось? Как мы это сделали? Есть такая хреновина, называется импульс-респонс. Он респонс на импульс. Импульс-респонс. Такая чушь. Берем импульс-респонс акустической гитары. У меня называется импульс. Классикал Амбю 2F Неумаш. Вот такое вообще непонятное. У меня их всего несколько штук. Я их скачал в свободном доступе. Не крапнутые, ничего. Мы ж нормальные, честные пацаны. Мы ж краки не любим. Мы ж любим, чтобы все по фирме. Поэтому это было нормальный, честный. По свободном доступе валялся где-то на каком-то сайте. Уже не помню. Где? Импульсы. Надо написать. IR. Классикал гитар. Импульс-респонс классики. С классических гитар. И народ выкладывает полно всего. Дофига. Короче, скачиваешь несколько штук. Пропускаешь через них свою гитарку. Но я еще ее понизил на 12 на октаву, чтобы она звучала как контрабас. У нас тут есть такой пит-шифт самый простой. На самом деле в последнем обновлении появился этот самый виртуал капо, который делает еще интереснее. Вот можно его включить сейчас вместо пит-шифта. А, ну и добавил компрессор, чтобы немножко за атакой не заморачиваться. Все-таки это низкие ноты. Добавил компрессор в начале. Добавил шумодав, потому что импульс-респонс приподнимает высокие частоты. Добавил усилитель для бас-гитары. Басовый усилитель. Поднастроил его маленько так-то, чтобы красивенько звучало. И в конце у нас тоже компрессор, чтобы у меня пики, массовые частоты, они очень много энергии имеют. И они могут выходить, клиповать, когда записываешь партию контрабаса. Но для этого есть компрессор. Лимитер. Вот. LA Studio Compressor. Такой типа студийный компрессор. У меня и настоящий есть студийный компрессор. Железный. Вот. Но это же внутри уже готовый. Так я его сюда прицепил. Вот. Но если все это повыключать для начала, то без усилителя и без компрессора, то в принципе гитара через вот этот импульс будет звучать вот так. Вот. Ну, ее надо немножко усилить, конечно. Когда я услышал, что вот так гитара звучит, ну, поскольку у меня есть акустическая гитара, мне такая гитара не нужна. Хотя легким движением руки отключается питшифтер, и у меня остается гитара в руках. Ну, такая. В принципе, это джазовая гитара. Ну, джазовая похожа. А если демпер прибрать, чуть-чуть высокий, получится классическая гитара такая. Ну, вот. И когда я услышал, я подумал, а не включить ли мне к ней питшифтер? И у меня получился тут же контрабас. Отвал башки. Вот и все. Вот и весь контрабас для нормальных пацанов. Короче, играем свинг. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Всем рок-н-ролл и всем пацанам по контрабасу... Ура! Ура! Ну и еще раз контрабас. Всем рок-н-ролл. Спасибо за субтитры. Продолжение следует... Продолжение следует...